Я в небольшой панике сразу же звоню маме. Я очень хотела закричать, но не могла. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Что ж, сегодня воскресенье, а это значит, что вас ждут интересные, криповые истории из реальной жизни. А если вы хотите, чтобы я рассказала вашу историю в видео, то, пожалуйста, пишите её в комментариях под этим видео, либо мне в директ инстаграма. Кстати, заходите, чакайте инстаграм, чатам, вот у меня ещё телеграм-канал есть. А мы приступаем. И напоминаю, несмотря на то, что история, которую я сегодня буду рассказывать, произошла не со мной, я всё равно буду её рассказывать от первого лица. Начнём с первой, довольно короткой истории. И она скорее не про меня, а про мою сестру. В общем, в детстве у моей сестры был воображаемый друг, а точнее подруга. Это была пожилая женщина, по её словам, которая была с ней очень добрая и постоянно с ней играла. По крайней мере, она так говорила. Сестра называла её Эля. И моя сестра постоянно с ней играла до тех пор, пока ей не исполнилось где-то 4 года. А потом всё как-то прекратилось. Спустя несколько лет, когда моей сестре было уже где-то 10, Однажды вечером мамы не было дома, так как ей позвонили из дома престарелых, где был наш дедушка. Сказали, что это что-то срочно, и она мигом сорвалась с места и уехала туда. Было ещё не слишком поздно, поэтому она не побоялась оставить нас дома одних. К тому же, случай был действительно экстренный. И тогда мы с сестрой жили и спали, собственно, в одной комнате. И вот, моя сестра была в нашей комнате, а я была вообще в другом конце нашего дома. И внезапно я слышу, как кто-то включает и выключает музыкальный проигрыватель. У нас был такой старый музыкальный проигрыватель, то ли радио, что-то в этом роде. И он стоял в гостиной. И слышу, как постоянно музыка включается, выключается, включается, выключается. Я захожу в гостиную, там никого нет. Затем я направляюсь в нашу с сестрой комнату. Там же сидит моя сестра, причём совсем бледная. Я возвращаюсь за гостиную, подхожу к проигрывателю и замечаю, что он даже не воткнут в розетку. Это была привычка мамы, да и к тому же мы не использовали особо его. Затем я беру пульт, а в нём нет батареек. Я была немного в шоке, ведь я счастливо слышала эти звуки. У нас в доме больше не было никаких музыкальных проигрывателей. Я больше ниоткуда не могла слышать эту музыку. И это было отчётливо в нашей квартире. Я возвращаюсь к сестре, смотрю на неё, а она говорит. Это была Эля, та самая воображаемая подруга. Её детство. И она говорит, что видела её своими глазами. Я в небольшой панике сразу же звоню маме, а та была очень грустной и расстроенной, потому что именно тогда скончался наш дедушка. Я немного смутилась, услышав её настолько расстроенной, и решила не рассказывать об этой ситуации, чтобы не наводить ещё какой-то суеты. Через несколько дней на похоронах дедушки к нам подошла одна наша родственница и вручила нам найденную ею фотографию. Когда моя младшая сестра увидела эту фотографию, она начала тыкать пальцем и говорить, «Это же Эля, та самая её воображаемая подруга». А на этой фотографии были запечатлены мои бабушка с дедушкой, когда они были молодыми и только поженились. Дело в том, что моя бабушка умерла ещё задолго до того, когда же я была в планах, когда моей маме было всего 11 лет. И мы жили как раз в доме, где выросла моя мама. У нас вообще никогда нигде не было её фотографий, потому что дедушка потом женился заново, и наша, получается, сводная бабушка убрала все фотографии нашей настоящей бабушки. Это было очень странное совпадение, ведь моя младшая сестра никоим образом не могла увидеть эти фотографии, ведь их совершенно недавно, в принципе, нашла наша родственница. Вот такая вот короткая история. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А мы переходим к следующей истории. Дело в том, что каждый раз, когда я останавливаюсь дома у бабушки, я слышу, как кто-то поднимается по лестнице. Звук почти всегда начинается с одной части комнаты и плавно переходит в другую, а затем останавливается. И так происходит, ну, где-то, может быть, дважды за ночь. Впервые я услышала это, когда мне исполнилось где-то лет 14. Тогда бабушка с дедушкой заставили меня спать в другой спальне, так как они начали спать в раздельных спальнях. Это не так важно. Не знаю, почему так получилось. Раньше я спала на втором этаже их дома, а в какой-то момент они переселили меня на первый этаж, несмотря на то, что их две комнаты тоже находились на первом этаже. И, в принципе, для небольшой предыстории скажу, что я всегда боялась их верхней этажа в доме. Не знаю, почему это меня всегда пугало, и, если честно, я даже отказывалась подниматься туда одна. Сейчас мне 23 года, и я до сих пор не хочу туда идти одной. Но там есть такая комната, очень узкая спальня, где справа и слева находятся такие чуланы, а посередине в центре комнаты находится кровать. А окно находилось на самой дальней стене напротив двери. Когда я еще была ребенком, мои бабушка с дедушкой рассказывали мне, что сыновья предыдущих владельцев утверждали, что видели, как ночью горилла, по их описанию, выходит из туалета, танцует у них в комнате и заходит обратно в туалет. Я абсолютно ничего не думала об этой истории и даже не вспоминала до того момента, как мне не пришлось спать в новой комнате. Моя новая комната находилась прямо под той страшной комнатой. Итак, в ту ночь мы все легли спать, выключали везде свет, а я все еще не могла заснуть. Просто лежала на кровати. Затем я услышала, как всегда, этот звук. Этот звук шел с конца комнаты и доходил его начало прямо-прямо надо мной. Будто бы кто-то дошел от двери до окна в той самой верхней комнате. Из-за страха я не могла и думать о сне. Я была на 100% уверена, что слышала шаги. И я знала этот медленный небрежный темп, который я слышала так часто. В какой-то момент я все-таки испугалась и побежала в комнату дедушки. Я сказала ему все, что слышала, и он сказал, что скорее всего этот дом скрипит, так как он старый. Затем он включил для меня свет в столовой, и я почувствовала себя немного безопаснее и попыталась уснуть. Затем это началось снова. На этот раз звуки начались как раз с того места, где они закончились в прошлый раз. У окна. Он снова будто бы проходил прямо надо мной. И в какой-то момент остановился. Я уже было подумала, что все закончилось. Но вдруг через секунд пять я вновь услышала шаги. В этот раз казалось, что кто-то спускается по лестнице. Причем шаги казались даже ритмичными. Такие один, два, три, четыре, пять. Затем тишина. А потом опять шесть, семь. И так далее. И вновь тишина. И вот он достиг первого этажа. Я даже не могла пошевелиться от страха и шока. Что бы то ни было, оно находилось на первом этаже моего дома. И, к сожалению, свет в столовой никак не помогал. Поначалу я смотрела на дверной проем моей комнаты и на свет в столовой. И в какой-то момент мое зрение уже начало искажаться. Я так сильно напугалась, что решила просто накинуть на себя одеяло и лежать так под одеялом. Как вдруг я услышала новый звук. Это был звук царапания. Очень отчетливый. У меня уже кружилась голова от страха. Этот звук шел из комнаты. Я точно знала, что это за звук. Это был звук царапания по деревянной крышке от дедушкиной шкатулки. Очень отчетливый звук царапин по дереву. Звук был настолько отчетливым, что я уже прямо могла вообразить, как именно это происходило. Как происходило каждое царапание. Я очень хотела закричать, но не могла. Но в какой-то момент я все-таки набрала сил, сделала глубокий вдох и закричала. Я издала очень громкий крик. Буквально за секунду на моей комнате забежал дедушка. Я почувствовала небольшое облегчение, но, естественно, он мне не поверил. Что ж, дедушка меня немного успокоил. Я накинула одеяло на голову и решила все-таки спать. На следующее утро дедушка рассказал всю эту историю бабушке. Она немного посмеялась и сказала, что забавное совпадение. Ведь когда здесь оставалась моя двоюродная сестра, она тоже в какой-то момент разбудила мою бабушку. Когда в какое-то время она жила здесь с бабушкой. В общем, она разбудила бабушку, войдя в комнату с криками, что она слышит шаги. И бабушке пришлось спать в ее комнате под кроватью на полу всю ночь, потому что она не могла заснуть. Я останавливалась у бабушки с дедушкой еще бесчисленное количество раз. И каждый раз, каждую ночь я все еще слышала шаги. Чтобы уснуть, я старалась надевать ночью наушники и слушать что-то другое, чтобы не фокусироваться. Также хорошо закрывать двери и накрываться одеялом. Вот такие вот решения взрослого человека. Друзья, я извиняюсь, у меня села камера по моей ошибке, которую вы можете посмотреть в инстаграме. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы тут первый раз. И увидимся совсем скоро. Мне даже этот цвет, кстати, гораздо больше нравится. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok